Здарова! У деда тут вышел новый ролик. Как я стал толстым. Дед-то, оказывается, потолстел. Летом-то, летом, когда жарко, и он умудрился потолстеть. Обычно все зимой толстеют. А, дед-то летом. Он просто такой вот весь. И, кстати, у нас завтра выходит второй мульт наш. Не пропустите. Поехали. Лето, каникулы, жара, красота-то какая. Птички. Чё расслабился, лошара? Короче, отослали меня как-то родители в деревню к какой-то бабушке. Ядрень и феня. А, так бабушка раскормила. Не спеша на этом долбанном огороде умирать. Да, такого есть. А в то время, да в принципе, как и всегда, я был немного худоват. Даже мелочь в кармане всегда приходилось носить, чтоб случайно ветром не снесло. Но этим летом всё как-то... Блин, я вспомнил реально, я попадал в такой ветер. А, когда в школу шёл, что мне ветром сносило, я не мог, я прям... Я тебе мелочь бы спасла в кармане. Мы с собой перед собой, типа мы не при делах, вели вглубь леса одну соседскую курицу или петуха. Зачем? Мы когда подальше... А потом убивали и съедали. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Иди сюда, мой петушок. В общем, рыба ловится, курица жарится, Желудок набивает... Получается, у соседей кур пиздили. Как я угадал. Ты пиздился. И рожа улыбает. Это моя бабушка раскормила. Каждый день в течение двух месяцев. Каждый день, сколько там курей было? Ну, сказали много и у соседних домов. То есть там было много домов. У каждого были куча кур. И они по всему личку по одной... Пошел слух, что завелась лиса. Ну, мы-то с дружбонами... Помяни их, господи. ...что завелись не лисы, а две крысы. Короче, встали, как обычно, утром на рыбалку. Ведем перед собой очередной шашлык вглубь леса. И как только я начал... Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып... Ой, заподозрит сейчас. Ой-ой-ой. ...вышел, а где-то сзаду какой-то крик. Стой, падла, или прибью. Оборачиваюсь, смотрю, а за нами бежит какой-то... Сужье! ...и в руках у него то ли палка, то ли ружье. Ну, я-то бегать умел хорошо. Думаю, да хрен тебе. Да пулюшь быстрее. Петуха подошел. Да, мой, зачем хватил? Что сожрать? Ну, уже метров через... Жалко же. Так видит уже. Спалился. ...садыхаюсь и не могу бежать. И передо мной стал сложный выбор. Попоминаться, я буду цел. Бежать, старший сдохнуть от отдышки... ...или тормознуть и получить пулю в зад. Конечно же, я попытался еще немного пробежать... ...но уже через минуту меня догнала эта гряхлая чучела. И слава яйцам, что у него в руках оказалось не ружье, а палка. И моя задница осталась целой, только немного в синяках. А уже дома, после того, как нам провели разъяснительную плетью... ...и предъявили долг на 37 курсов... ...сожрали на штук 20 больше. Думаю, как же так случилось, что я не смог убежать от такого-то старого пердуна. Но когда я стал навесить, то понял, что пока мы все это время на рыбалке жрали этих долбаных петухов... ...я не заметил, как набрал лишних 20 с плюсом килограмм. Дихо! Как там? На курях. За полтора месяца? За два? Помимо того, что дома летела по полу... Как же бабушка раскорбила. Эй, Сала, сюда иди. Вот чё. Хоп-хоп. Но если мы не прекратим всё правильно. Новая кликуха появилась, Сала. Ну, мне кажется, очень быстро похудела. Я просто... Я не представляю. Ну, курица, это же вроде не то, что ты чистый жир ешь. Не так-то много, ну, как бы, калорий, наверное, в курице. Они же не как, одну курицу на двоих. То есть пол курицы каждый день. И раз так можно быстро потолстеть на пол курицы каждый день... Может, он ещё рыбу ловил заодно. Рыба. Ещё бабушка кормила пирожками, драниками, там, бульбочкой с салом, шкварочками, борщами. И оно всё вот так вот ширилось-ширилось. Понимаешь, просто на одной курице так-так просто нельзя. Да можно. Если ты много ешь, то и можно на чём угодно. Я думала, знаешь, история, потолстил деревня. Ну, всё, сейчас бабушка раскормит, знаешь, там, классика. А, это ж экзаводет. Это ж криминальный элемент, понимаешь? Это если бы не ебнулось такого фига и с курицей, это был бы экзаводет, понимаешь? Короче, нельзя вообще ворвать чужое имущество, даже несмотря на то, что оно тупое и вкусное. Держите себя, пожалуйста, в руках и не разъедайтесь. Особенно летом. Это обидно. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай ещё это видео посмотрим. А может лучше это? Хм, сложный выбор.